Приветствую! Сегодня я решила попить чаек с вами из моей кружечки и обсудить такую тему. Очень часто в коллективах бывают такие люди, сплетники, которые любят сплетничать. Сейчас я вам расскажу, как очень быстро этого сплетника, скажем так, заткнуть. Нужно задать ему очень простой вопрос. Спросить, когда он начнет сплетничать о ком-то, рассказывать, настроить, настраивать против кого-то, спросить. А скажи, пожалуйста, а для чего ты все это мне сейчас говоришь? И вот увидите, человек будет просто в шоке, во-первых. Во-вторых, больше он с вами сплетничать не будет. Вот попробуйте. Потому что есть такие люди, которым надо всегда в коллективе настроить кого-то против кого-то. Они это делают для манипуляции, для того, чтобы... И сами подумайте, если они будут вот так постоянно сплетничать, рассказывать, не просто вот как бы делиться конкретно, какой случай произошел, почему вы, допустим, там, ну, обижены на человека, да? Ну, то есть рационально разобрать ситуацию. Не путайтесь с этим. Это надо, еще раз говорю, чтобы как снежный ком проблема это не накрутилась. Ну, и вообще, чтобы понять для себя, общаться ли как бы с этим человеком, на каком уровне общаться, там, о погоде, о молодежной моде, а может быть и вообще не о чем просто молчать. Вот. Ну, когда... Ну, когда у человека просто цель, неважно про кого, в общем, всех против всех настроить, чтобы манипулировать. Ну, подумайте. Подумайте, если этот человек поступает так против какого-то человека, то, значит, за спиной он поступает так же против, точно против вас. Вот, еще одну конфеточку съем. Поэтому, вы это делайте сами и попробуйте вот эту фразу. Еще раз, вы спокойно спрашиваете. Ну, скажи, пожалуйста, а для чего ты мне все это сейчас рассказываешь? Зачем? С какой целью? Все. Всем удачи! Продолжение следует...